Здравствуйте, с вами Максим Селиверстов и я продолжаю рассказывать про риги для машинок в MOHA. В предыдущем уроке я показывал простой риг для машинки, который можно анимировать. В новом уроке мы ничего анимировать не будем, потому что наш автомобиль самодвижущийся, самопрыгающий и самопадающий. Будем учиться использовать физику для костей во всей ее красе. Для этого переходим к MOHA и открываем уже знакомый вам по предыдущему уроку файл с машинкой. Файл не содержит костей, это хорошо, потому что риг будем собирать заново. Создаю новую группу и даю название physics. Затем создаю новый векторный слой и называю его ground. Это будет грунт для нашей машинки, по которому она должна ездить. Ground будет использовать физику, поэтому я помещаю его в слой physics. В этой же группе создаю костяной слой и называю его car. Он станет машинкой. Машинка будет взаимодействовать с грунтом. Все слои машинки переношу в новый костяной слой car. Чтобы активировать физику нужно выполнить кое-какие настройки. Вызываю диалоговое окно layer settings с параметрами слоя. Перехожу к вкладке physics и ставлю галочку enable physics. Активировать физику. Все параметры оставляю по умолчанию и нажимаю ok. Теперь я перехожу костяному слою и начинаю рисовать кости. Правую кость я оставлю в районе бампера автомобиля. Это будет базовая кость, к которой привяжутся все остальные. Она же играет роль противовеса и ограничителя. Создаю еще две кости на колеса. Делаю это без протаскивания, чтобы у костей получилась нулевая длина. Они выглядят как окружности. Этого нам и надо, так как созданные кости будут колесами. Каждый раз выделяю базовую кость, чтобы новые привязывались к ней. Когда все кости созданы, можно перейти к настройкам физики для каждой кости. Благодаря тому, что мы активировали физику в настройках слоя, у нас активировалась кнопка bonnet physics. Выделяем кость заднего колеса и берем инструмент bonnet physics. Пока ограничимся настройками параметра bonnet physics region. Он отвечает за размер области влияния костей, как следствие ее вес. Большой размер – большое колесо. Большое колесо много весит, маленькое – мало. Кручу колесо мышки на параметры bonnet physics region и смотрю, чтобы размеры зоны примерно равнялись средней линии протектора колеса. Также поступаю с передним колесом. Немного подстраиваю размер кости на бампере и заодно проверяю инструментом reparing bonnet, на месте ли все наши привязки. Для первого раза хватит. Нажимаю кнопку play и… Упс! То, что наши детальки падают – это замечательно. Значит, что-то уже начало работать. Но вот то, что они падают слишком далеко, говорит о моей забывчивости. Грунт создан, но не нарисован. Рисую грунт вектором слоя ground. Обязательным условием является создание шейпа. Недостаточно нарисовать кривую – физика в своих расчетах использует форму шейпа и его заливки. Заливаю и включаю заливку. Еще одна важная деталь – нужно правильно настроить слой ground. Двойным кликом по нему вызываю диалоговое окно layer setting и в параметрах физики ставлю галочку non-moving object. Это значит, что в расчетах физики грунт будет принимать участие, но сам двигаться не будет. Снова нажимаю кнопку play и смотрим, что получилось. Теперь очень хорошо видно, как колеса взаимодействуют с грунтом. Треть дела сделано. Осталось привязать слои к костям и настроить физику так, чтобы машинка начала ездить. Все так же, как и в первом уроке про машинку. Привязываю все точки переднего колеса к кости переднего колеса, заднего к задней. Блики привязываю к базовой кости, они вращаться не должны. Проверяю работу рига. Все работает. Можно перейти к настройкам физики для колес. На время я отключаю лишние слои, ими займемся позже. Устанавливаю параметр motor speed на 1000 для первого колеса и на 1000 для второго. Этот параметр отвечает за то, на сколько градусов должно повернуться колесо за одну секунду. Проверяем, что у нас получилось. Видно, что колеса крутятся. Машинка пытается ехать вперед, но ей явно не хватает мощности. Для того, чтобы это изменить, переходим к параметру motor torque. Он отвечает за крутящий момент. Как раз ту самую силу, которая толкает автомобиль. Ставлю 200 для одного колеса и 200 для второго. Нажимаем play. Ух! Автомобиль успешно преодолел подъем и устремился в бездну заэкранного пространства. Водушевленный удачным экспериментом, достраиваем дорогу и удлиняем таймлайн. Смотрим на результат. Автомобиль успешно преодолевает неровности трассы, но под конец не справляется с резким подъемом и начинает буксовать. Рассмотрим еще несколько настроек. Для этого перейдем в настройки костяного слоя машинки. На вкладке с параметрами физики слоя есть несколько важных опций. Денсити. Это плотность. И про этот параметр мне сложно что-либо рассказать. По замыслу он должен работать примерно как вес объекта, но установка минимальных и максимальных значений не показала существенной разницы. Следующий параметр. Фрикшн. Сила трения. Максимальное значение 5 и минимальное 0. Чем выше значение, тем сильнее сцепление колес с дорогой. На низких значениях машинка чаще будет пробуксовывать и скатываться в обратную сторону на высоких подъемах. Следующий параметр. Спрингнес. Прыгучесть. Максимальное значение 1 и минимальное 0. Этот параметр отвечает за то, будет ли объект отскакивать при коллизиях и насколько сильно. Ставлю все значения на максимум и проверяю работу. На этот раз машинка справляется даже с таким крутым подъемом. Попробуйте сами поиграться с этими параметрами. От их значения зависит то, каким будет характер движения вашего автомобиля. А я перехожу к доработке кузова. Попробуем объединить часть стрига из первого урока с тем, что у нас сейчас получилось. Дело в том, что когда костяной слой работает на физике, он игнорирует любые попытки анимировать кости, анимацию физических параметров и многое другое. Одни сплошные ограничения. Чтобы эти препятствия обойти, я создаю еще один костяной слой, даю ему имя body и помещаю в группу car. В новом слое создаю 4 кости, примерно так же, как делалось это в первом уроке. Отключаю мягкую привязку и для выделенных трех костей задаю параметры динамики. Костяной слой body весь целиком привязываю к базовой кости в костяном слое car. Векторный слой body, корпус автомобиля, привязываю к верхней кости слоя body, к той самой кости, к которой подключена динамика. Слой с трубами так же переношу в костяной слой body и привязываю к другой кости с динамикой. Запускаем play и видим, теперь у нас работает и физика, и динамика, каждая в своем слое. Осталось разобраться с амортизаторами, их тоже переносим в новый костяной слой body, но привязываем не целиком, как слой, а по точкам, так же, как в первом уроке. Нижние точки к базовой кости, верхние точки к верхней кости. Я предложил лишь одно из решений, если вы примените смекалку и фантазию, то сможете добиться более интересных результатов. Желаю вам успехов в познании и творчестве. На этом все, спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, ваша активность очень помогает развитию канала. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки, а они, конечно же, будут. С вами был Максим Сильверстов, до свидания и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok